привет дорогие друзья сегодня мы будем рисовать снова зимнюю зарисовку она будет довольно простая но очень эффектной будем рисовать елочку на фоне такого розового заката солнышко будет пробиваться сквозь ветви елочки и у нас будет пейзаж опять в таких до сиренево-розовых оттенках я подобрала бумагу теплую по оттенку такой желтенькую которая как раз будет нам где-то помогать рисовать солнышко на закате да то есть на вот этот желтый будет удобно нанести разные розовые светящиеся оттеночки ну что давайте начнем сейчас постараемся прям как прошлый раз помните мы хотели чтобы краешки нас оставались цвета бумаги а все изображение будет идти серединке сначала я провожу линию горизонта чуть-чуть выше середины очень легко можно намечать черным карандашом можно каким-то синим или фиолетовым это тоже будет удобно прорисовывать мы будем с вами елочку только вот у которой на переднем плане да здесь даже не сколько линию горизонта мы обозначаем сколько окончания самого сугроба да то есть где заканчивается у нас снежная часть и потом начинается такой лесочек там здесь все у меня материалы никак не поместились да поэтому то с чем я работаю с какими мелками я буду их складывать вот где-то вот сюда чтобы вам было все это видно удобно и наглядно так наметили да значит здесь у нас потом пойдет лесочек что еще здесь тоже у нас будут такие маленькие елочки находиться наше главное ель будет идти вот здесь то есть это не серединка это с правой стороны идет сугроб и тут пойдет наша елочка вы можете изначально у нее наметить ствол да как он пойдет и заканчивается на практически вот на самом верху то есть по сути она упирается в наш листик вот так вот очень образно пока можно ее форму наметить здесь две большие веточки идут тут пойду тоже ветки и солнце где-то вот здесь да будет пробиваться сильная я сейчас елку не прорисовываю чтобы потом при рисовании небо нет ничего нас сильно с черным цветом не перемешалось и мы сможем это прорисовать уже мелками то есть вот такого плана зарисовочки нам хватит мне хочется больше акцентов сделать именно на цвет да на само такое свечение красивое розовое давайте решим как мы будем его делать обду разные мелочке использовать кстати а это по-моему наш вот этот мой розовый он вроде бы отсюда я так смотрю так но в любом случае до чтобы у нас было яркое свечение если солнышко у нас вот здесь то в серединке должен находиться насыщенный в данном случае это скорее не белый да а желтый оттенок может быть даже еще более светлый чем этот например так вот вот такого плана да покажу можете где-то даже оставить бумагу если она у вас светлая как у меня и теперь вокруг нам нужно наносить оттеночки более плотные более темные да то есть розовые вот такого плана смотрите чтобы с черным все это не перемешивалась можно взять еще попробовать розовые более холодные по оттенкам на где-то вот вот такие но не переживайте в любом случае у нас это будут самые светлые участки светящиеся все остальное у нас будет более плотным более темным так и может быть чуть-чуть чуть-чуть желтенького вот рядом с солнышком я добавлю так теперь нужно уйти в еще более розовый оттенок вот в такой более холодный это будет низ такая нижняя половинка нашего неба теперь все это можно растушевывать так розовый у нас есть здесь мы теплые с вами добавили можно теперь добавить больше такой фиолетовый оттеночек наверх тут подбирайте какой будет из ваших мелков соответствовать в принципе вы можете даже смешивать да то есть это может быть вот такой вот например голубой который будет перемешиваться с розовым но лучше чтобы он был вот так вот почище поярче по оттенку давайте пробуем может быть вот такой но его тоже нужно будет слегка разбилить ну или можно можно будет розовый него добавить чтобы где-то цвет получался более сиреневым более таким нежным и верхнюю часть нам нужно будет еще немного затемнить на то есть небо будет у нас более плотно и темное сверху снизу будет посветлее прям такое розовое отлично так там где солнышко снова чуть-чуть я добавила белого так хорошо хорошо чуть-чуть где-то теплоты даже не теплоты такой яркости свечения мне хочется вот здесь добавить поэтому такой прям насыщенный немножко красноватый оттенок хочу сюда чуть-чуть включить для того чтобы потом деревья елочки до которые находятся здесь вдалеке они вот так вот красиво подчеркивали этот теплый цвет такой тепло розовый это будет здорово смотреться что как раз касается вот этого дальнего плана просвечивает теплый цвет неба поэтому наши деревья они не черные да не синие они скорее даже такие тепло коричневые по оттенку можете даже где-то использовать фиолетовый давайте как примерчик вот здесь сделаем то есть мы ведем ту часть деревьев которая находится на фоне неба да просто вертикально фиолетовым мелком ведете линии вот так вот наверх это могут быть просто пока что как такие прямые стволы дальше вертикально растушевываете вот таким образом и можно сразу подобрать какую-то пару к фиолетовому мелочку например вот такой вот там коты бегают во всю на дальнем плане так фиолетовому подбираем коричневый потом можно конечно более контрастную прорисовку будет и с черным сделать либо с каким-то коричневым карандашом да то есть если хочется сразу больше деталей но здесь это не обязательно да то есть мы не будем делать на дальнем плане акцент но все же вы можете попробовать вот так вот коричневым карандашиком все это прорисовать опять же очень очень вот так вот образно просто чтобы деревья у нас выглядели такими пушистыми да там парочку из них какие-то можно прорисовать чуть-чуть так да то есть это скорее не полноценно прорисованный лес а намек на на лесочек можно такими штрихами длинными диагональными показать здесь листочки веточки ну не листочки да ветви скорее которые все равно образуют такой округлый пушистый силуэт у деревьев так то же самое с другой стороны тоже снизу вверх введем несколько стволов можно им придать разное направление чтобы они были не вертикально а некоторые шли немного под углом теперь растушевываем да то есть у нас есть уже слой неба да есть пастель на этом слой поэтому мы можем порастушевывать вот так чтобы он такой прям легенький получился нежный легкий вот так что касается ближнего к нам плана те елки которые находятся к нам поближе да и не только елки вот эти деревья которые мы с вами прорисовали их можно чуть-чуть ниже их стволы опустить мы сделаем сейчас участочек снега а потом добавим те елочки которые рядом с нами чтобы добавить туда снежок могу даже да сейчас покажу давайте которые будут к нам ближе деревья мы на них просто вот таким образом будем добавлять и голубой либо сиреневый оттеночек снежка да вот так вот совсем легко и так что касается нашего снега да довольно яркий такой розовый насыщенный цвет и холодный такой синий сиреневый мы можем взять оттеночки как на небе я беру вот такой вот насыщенный ярко-розовый и перемешаю его с розовым холодным вот такого плана чтобы у меня он светился ну довольно таким ярким розовым оттенком теперь растушевываю так теперь теперь нам нужен фиолетовый оттенок можно попробовать использовать который мы уже брали с вами для неба просто посмотрите просто посмотрите чтобы в нем были как будто два цвета и какой-то голубенький вроде бы да и в то же время фиолетовый полностью каким-то синим не стоит это делать у меня вот этот цвет он более-менее подходит который из набора джексонс не то что он самый да прям классный мелок но цвет его мне подходит здесь я обозначила дорожку а здесь буду перемешивать сам сиреневый с розовым цветом где-то розовый конечно оставляю так обращайте внимание как смешивается ваш фиолетовый с розовым может быть что нужно будет добавить еще один более такой плотный оттенок например я смотрю и мне не хватает немножко холодного именно с таким синий голубым вот так вот так цвет более интенсивный становится теперь мы показываем с вами тени которые диагонально ложатся и можно обозначить вот этот сугробик который рядом с елочкой тоже все это растушевываем растушевываем по форме да то есть диагонально мы нанесли пастель и также растушевываем ну где-то еще парочку да каких-то теней показали можно даже чуть-чуть больше больше синего добавить синего добавить вот так 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 сделали 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 да что еще можем что еще можем сделать рядом с нашими будущими елочками тени немножко плотнее наносим тут тут можно их уже горизонтально растушевать проработаем теперь правую сторону это то есть начало дорожки намечаем туда я погружаю более насыщенный синие с голубым оттенком и чуть-чуть вот так прорисовываем передний план вдалеке тоже намек на сугробики с фиолетовым можно попробовать если у вас есть более какой-то сиреневый оттеночек там его чуть-чуть добавить просто смотрите чтобы он подходил да то есть вот такого плана еще так угу ну что немножечко нам можно еще затемнить передний план чуть-чуть туда больше голубого и сиреневого потому что сейчас довольно она нейтрально смотрится хочется какие-то участки уплотнить так и сделаем теперь вот такие ямочки из которых будут расти кусты потому что от них пойдет красивая тень то есть мы наносим такую как горошинку да потом оттягиваем пальчиком по форме вот это диагональный как идет тень вот так и у нас получается такой красивый довольно объемный холмик так чуть-чуть еще хочется уплотнения затемнение мне на переднем плане сейчас посмотрю синий какой-нибудь более темный да потому что розовый будет конечно контрастно смотреться только если он находится рядом с таким плотным синим насыщенным да сразу вот так становится у нас чуть-чуть поярче на наши холмики тоже нанесли чуть-чуть темного и вот здесь намек что тоже тут тоже тут у нас что-то интересное происходит что касается вот этих елочек можно и их сейчас сделать да они довольно плотные то есть я бы по цвету смешала можно даже какой-то черный с холодными с зелеными синими оттенками как будем делать мы наметим вот такой вот силуэт очень легко я намечаю да вот такая вот елочка вот здесь одну сделаем и тут такая часть будет видна то есть где они есть просто такие пятнышки тут кстати ее тут нету тут просто чуть-чуть затемним потом я растушевываю мои пятна у меня довольно мягкий такой яркий это шминки черный очень насыщенный прям черный-черный хороший скорее правда он знаете в такой в теплый но в принципе нормально я имею ввиду что не в синенький а скорее в какой-то коричневый оттенок но нам неплохо и холодные такие пласты снега снег в общем на елках будет выглядеть хорошо и более холодно по сравнению с этим теплым оттеночком да то есть так прям схематично мы сделали туда внутрь в глубину вот этого черного можно добавить больше там парочку синих пятен чтобы глубина появилась все ну а дальше мы можем дальше можем уже добавлять с вами туда свет светлые оттенки голубой будет нам наверное ярковат да можно здесь либо какой-то сиреневый попробовать но лучше конечно чтобы был мягкий например вот этот у меня рембрандт он не очень мягкий да скажем так то есть если его добавлять он по цвету вроде бы похож то нужно с таким прям нажатием это делать но я как сделаю я нанесу вот этот который относительно у меня такой тверденький и и потом попробую подобавлять туда разные розовые сиреневые даже ну вот такой вот тоже рембрандт у меня был сиреневый снежочек мы с вами расставляем довольно неоднородно то есть наверху несколько таких полосочек вправо влево для какой-то для большей до яркости можете самые такие светлые светлые кусочки снега подчеркнуть добавить на них светящийся беленький либо желтый оттенок то же самое касается розовых пликов если где-то видите что не хватает да что где-то мы темным заполнили светлый участок туда можно снова вернуть розовый так где-то розовый можно добавить в виде снежка на елочки наши тоже так угу угу где-то намек на снежок не помешает в лесу чуть-чуть да пускай он там слегка будет что касается наших холмиков туда можете поместить какие-то травинки растения да то есть есть такие кустики там вот так да что что-то там есть интересное придумаем какой-нибудь вот здесь кустик так и на него можно тоже чуть-чуть добавить холодного обязательно смягчайте основания да то есть где вот он такой растет туда можно больше фиолетового добавить чтобы все логично выглядело так до сиреневого я добавила можно даже парочку каких-то и более ярких бликов на снежке, как будто там такой снежок идет затемнить хочу еще вот этот участок у меня, кстати, там прям маленький кусок остался такой прям темно-темно-синий такой неви оттенок сеналье давайте я его добавлю и мы с вами посмотрим, как он выделит такие розовые и сиреневые оттенки так продолжаю чуть-чуть добавлять сиреневый чтобы не очень светлым оказался в итоге наш пейзажик можно даже широкой стороной мелка, где-то как такую фактуру добавляете снежок при желании можно растушевать либо можно вот его таким и оставить нерастушеванным так отлично отлично мы это сделали давайте займемся нашей елочкой да тут черным угольным карандашиком я ее начало вот так вот обозначу намечу основные веточки на солнышко главное сильно не заходим видим что такая активная ветка идет под солнышком вправо-влево две веточки то есть просто как такой вот костяк такое основание для елки делаем одна веточка у нас красиво уходит наверх так такое затемнение идет сугробики его и выделяю рядышком сиреневым оттеночком можно даже где-то розового добавить так чуть-чуть растушевываю и теперь давайте самой елочкой займемся нам нужен такой либо можно взять травяной зеленый темный либо например изумрудный так сейчас где-то у меня вот такой вот тут его плохо видно сейчас попробую показать вот видите то есть он как такой травяной зеленый и темный он подойдет для того чтобы сделать пушистость на нашей елке вот такого плана можно использовать и скажем такого плана изумрудный тоже подойдет но тогда будет более холодная по цвету елочка и либо можно и тот и другой перемешать а теперь будем пальчиком работать так распределять в сторону темный цвет где-то снизу надо не забыть тоже туда добавить и вот так я как бы пальчиком прорисовываю наши ветки чтобы они получались довольно мягкими вот так вот растушевываем то есть создаем форму для наших будущих веточек да опять же где солнышко прям там осторожно мы его обходим вот так хочу чтобы такая пушистая елка получилась так подлиннее да будет вот эта ветка под ней еще одна так погуще вот так вот побольше можно слой нашей подложечки снизу так давайте мы сейчас добавим тогда снежок а потом где нужно еще темные участки мы вернем да там их снова добавим сиреневый такой вот прям именно сиреневый хочется добавить вот сюда на участок над солнышком потому что будет яркий контраст рядом фиолетового и желтенького поэтому вот так добавляем можно даже туда где-то его смягчить с розовым цветом теперь теперь добавляем наши холодные оттенки я сначала начну с такого голубого который буду добавлять на ветки потом мы его чуть-чуть осветлим ну то есть старайтесь на те ветки которые мы уже обрисовали примерно туда мы снежок и добавляем чем мягче конечно у вас будет сейчас мелок тем будет лучше потому что уже какой-то готовый слой более жесткие они будут хуже наноситься здесь идет такая красивая форма веточки заснеженная тут добавляем снизу снежок я нанесу сначала наверх да наверх такой голубой и к нему я добавлю розовый чтобы они вот вот так вот перемешались у меня чуть-чуть был более такой сиреневый цвет и в то же время его можно будет осветлить и видите вот так розовый он подкрашивает голубой более сиреневый оттеночек становится где-то можно и в чистом виде нанести розовый но не стоит делать прям такой супер белый снежок потому что наша елочка она находится против света поэтому цвет будет у снега тоже более плотненький так так теперь можно так подуть убрать лишнее хочу немножечко пока мы не запутались вот здесь показать где-то где идут светлые участки на самом на снеге имею ввиду да так и сейчас как сделаем давайте подчеркнем некоторые светлые участки и потом уже больше контраста мы сделаем с темным прям такие блики по верхушечкам можно добавить так так ну вот уже такая да нарядная елочка у нас становится пушистая так плоской стороной карандаша у меня черный угольный карандаш сейчас подчеркну некоторые затемнения и чтобы снежок выглядел более ярким да потому что опять же нам нужно его подчеркнуть вот так где-то где сам ствол тоже можно делать потемнее насчет затемнения да снежок тоже можно там где нужно слегка уплотнить цвета могут переходить у вас то есть тот же синенький он может оказаться и в елочке да в нашей такая прям нежная нежная елочка у нас получилось где-то вернул сейчас больше сиреневого мне хочется где-то сиреневой такие полосочки подчеркнуть на фоне так и будем с вами финализировать нашу работу так сейчас то что можно сделать выделить светленьким можно даже белым но не все участки а просто верхушечки самых таких ярких как это сказать да пластов снега там где у нас снежок в общем чуть-чуть можно выделить так немножечко свечения розового добавить отлично тут какой-то у меня прям такой кусочек так давайте последний последний штришок чуть-чуть я хочу вот эти веточки разделить а то у меня они такие прям слипшиеся отлично отлично там где наше солнышко можно взять такой более светящийся красненький либо оранжевый поставить вот такие прям рядом со снежком свечения чуть-чуть красноватые да сразу солнышко загорится немножко поярче все и будем заканчивать вот такая несложная зарисовка довольно яркая и нежная у нас получилась спасибо за внимание что рисовали вместе со мной увидимся с вами на следующем мастер-классе поддержите пожалуйста это видео если нравится поставьте палец вверх кто еще не подписан подписывайтесь по понедельникам мы с вами рисуем вот в режиме такого реального времени ничего не сокращая каждый раз у нас новый сюжет и до встречи друзья пока-пока